Привет, я Виктория. Рада вас приветствовать на своем канале, где я делюсь своим творческим опытом и показываю, как я выполняю свои декоративные работы. Сегодня я подготовила для вас видео, где за маленький бюджет я декорировала стены, которые были с очень большими дырами, щелями, и мне уж очень сильно не хотелось их выравнивать, поэтому было принято решение задекорировать вот таким вот способом стены. Тут не было ремонта еще с советских времен, поэтому, сами понимаете, что состояние стен было очень плачевным. Задача была такая, чтобы, потратив самый минимальный бюджет, сделать более или менее стены эстетичней. С самого начала мы стены не выравнивали, а с помощью шпателя в хаотичном порядке накладывали шпаклевку на стены. Далее все это покрылось самой обычной водоэмульсионной краской с добавлением колера и ежевики, и потом уже работали над самим вот этим вот блестящим перламутровым эффектом. Этого мы добивались с помощью акриловой перламутровой эмали и зеленой. Кое-где вы будете видеть золотые оттенки. Сейчас более подробно расскажу. Мне очень понравился самый простой способ нанесения штукатурки в разных направлениях, в хаотичном порядке на стену. Может быть кто-то где-то видел такое, мне казалось, что я придумала это сама. Смотрится очень грубо, но очень интересно. Хотя хочу поправить себя. Изначально казалось грубо, а потом с помощью вот этих вот эмали, конечно, эффект получился очень для меня ошеломляющий и очень красивый. После нанесения шпаклевки, когда она у меня высохла, я пробовала наносить цвет, конечно, и кистью, но кистью это более тщательное, но более долгий процесс. В конце я использовала уже валик. Когда у меня высох основной слой краски ежевичного цвета, я взяла валик и перламутровой эмалью, такой вот она у меня цветом зеленовато-бирюзового, наверное, под старую патину. Я легкими движениями уже покрывала верхний слой. И вот что у меня получилось. Ну, это нереально креативно, очень интересно. Я до сих пор вот смотрю и не могу нарадоваться. На самом деле мне очень понравилось. Такого я еще нигде не видела. Вот, вызывает массу впечатлений. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как думаете вы по этому поводу. Ну, конечно, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравятся более нежные товна, более, как сказать, менее выпуклые эффекты. Но мне вот такой вот эффект очень понравился. Я думаю, еще попробую его в других цветовых решениях. Ну и как же без барельефа? Наверное, судя по моему каналу, вы уже поняли, что я человек творческий. Обожаю барельефа. Обожаю декор, особенно старых, квартир, домов. То есть для меня это одна из моих составляющих и моей жизни. Я обожаю из всего старого создавать новое. Поэтому сейчас мы более подробно рассмотрим оформление зеркала. Когда я нанесла слой шпатлевки на стену, я далее принялась за вот такой вот декор нашего зеркала. С помощью кондитерского шприца я создала вот такие вот стебельки. Далее с помощью мастихинов добавила листья. Ну а цветочки, мандарины и птички у меня просто уже готовые были отлиты из молдов. В своих предыдущих видео вы можете увидеть, как я это все создаю, более подробно познакомиться. Также я украсила ветки вот такой вот недорогой подсветочкой. Причем все двери и шкафы я тоже перекрашивала под данный интерьер. Так как, если вы помните, у нас изначально была задача такая, за самый маленький бюджет создать более свежую обстановку. Ну и конечно же, чтобы не сидеть без дела, пока у меня сохли стены, я сделала вот такую вот напольную вазу из трех баночек от новогодних подарков. Я их обклеила бумагой, далее нанесла шпаклевку и вот сделала вот такой вот декоративный узор. Как вам? Мне кажется, очень подходит под интерьер. Ну а что вы думаете по поводу вазы? Напишите мне, пожалуйста, комментарий. Я всегда отвечаю. Ну вот на сегодня все. Наша трансформация старого коридора закончена. Тоже будет очень интересно услышать ваше мнение. Мы с вами не прощаемся. До скорых и новых видео. До скорых и новых видео. До скорых и новых видео. До скорых и новых видео.